привет ребят 7 часов утра трасса я с охоты еду охоту проводили на барсука в новосибирской области ходили всю ночь охота мне понравилось есть что в этом видео показать вот что я хочу сказать вам перед тем как вы посмотрите видео ребята если вы собираетесь взять охотничью собаку то подумайте 10 раз что есть для вас охота либо вы охотник по душе и вы собираетесь охотиться весь охотничий сезон это приносит вам удовольствие пользу либо охотник любитель который будет выезжать скажем там пару-тройку раз за весь охотничий сезон вот определитесь для себя вы поймете просмотрев видео для чего я это говорю сейчас потому что охотничья собака это не просто друг любимец это еще хорошо настроенный охотничий инструмент для охотника если вы охотник любитель например который выезжать на охоту будет пару-тройку раз за охотничий сезон соответственно ваш охотничий инструмент в данном случае собака она будет у вас практически поставим находиться либо в вольере либо на цепи а как известно любой инструмент если его не использовать даже если он хорошо был настроен он рано или поздно свои настройки потеряет и пользы от него не будет никакой и вот чтоб не возникали такие мысли по поводу охотничьих собак у охотников что собака не работает собака плохая нужно ее ввести в лес и на первое синий подвесить для этого определяйтесь сразу для чего вам нужна охотничья собака смотрите в общем видео и все вам будет понятно я поеду дальше всем удачи а чехол с нее чё а пусть снимать а если там потом я у меня потерял может без чехла лучше идти можно давай его оставлю лучше здесь сюда на клетку положил то там потеряем где-нибудь и все а он два молодых кобель молодой и сука молодых молодой кобелек один раз собака им только а мы пойдем на старым 9 лет на кобелем посмотрим как он сработает алтай 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 все пойдем все с богом мы идем пешком вдоль трассы время 9 часов вечера отпускаем кабеля все пошли искать теперь только ходить искать 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 алтай пойдем вот этими вилами ты колешь да прикалываешь и степу бить и по башке оглушишь получается вот этой палкой железяк это чтобы удар был сильнее дерево все равно смягчает это на пояс что не потерять алтай 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 иди иди ищи иди ищи не крутись тут чего всего меня обнюхал все пошли алтай пошли искать дошли до пшеницы ночью вот так вот вдоль и пойдем ну все алтай давай что-то нюхтит да вот тут вот ожог был на руке я это в баню смотри запрыгал в баню подкидывал и прижался к этой заслонке она раскаленная была ожог поехал в больницу говорю ей типа она мне обработала волдырь скрыла дала какую-то мазь я неделю мазал ни хрена не сохнет потом к ней приезжал на перевязку она что-то другое дала опять мазал опять не сохнет две недели меня заколебал у меня барсучий жир немножко был и это струя бобровая я струи накрошил с барсучим жиром перемешал и намазал у меня за четыре дня нахер все затянуло коркой покрылась и все и все заживо вот вере не верю вот в это вот или также эту же чагу возьми да вот курить когда бросаешь вот действительно сам курить бросал начинаешь ее пить из легких чернота начинает вылетать вот именно когда ее пьешь и также рак желудка и правильно ты говоришь иммунитет и рак желудка лечит и все восстанавливать кто-то ворону задавил не не ворону не похоже на косача ворону пошли алтай до мор уже недалеко осталось такая охота на барсука трудоемкое занятие сколько мужа ходит сколько прошли еще пока что ничего не нашли вот они тропы смотри а вот они а вот она рыквина смотри вот смотри вот все излыто и все идет вот от этих нор вот смотри вот вот он рылся это точно барсука стопудово это не заяц никакой не лиса здесь это барсук пошли вот к норам сюда туда тропы расходятся туда тропу расходятся вот все излыто все искупан вот видишь барсук живу где-то здесь же норнику давай алтай ищи к норнику пришли сколько мы прошли пешком километров 5-то точно все где-то здесь он где норник вот на раз вот вообще свежий смотри он тут подстилка как будто наружу забивает подстилка вот в норе вот она что залился что-ли уже драма же еще алтай давай 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 ищи вот тропа вот смотри вот тропа пошла и пошла и сюда вот она тропа вот давай 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 не хочешь похоже что в норы живые подстилка вот ну-ка здесь посмотрим тут вот следы даже вот они вообще ходил свежо вообще в нора офигенная алтай давай давай работой вот здесь по ходу за это вот и зарываться было на зиму судя по подстилке вот здесь по ходу за этого то зарываться было на зиму судя по подстилке вот еще тут на рада где-то вот еще одна санежат они нора тоже вот тропа идет смотри какая вот на раз старая и все в тропах вот еще одна нора тоже вот она и тут тут по ходу здесь вот желая тоже нора но здесь он наверное будет зарываться пойдем к яме вот такие вот которые хапнуть надо побольше охотники если живет там три барсука в этой норе значит всех трех вывести все-таки ходим то для удовольствия не для мяса чего так идем или сюда в общем идем на следующие норы пошли 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 в общем алтай тебя надо в пару с хорошим поисковиком поисковик из тебя никакой больше чем нас на 80 метров не уходит пошли 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 тут если только сейчас где-то мы сами наткнемся у нор если вот он вышел от нормы далеко отошел а а так с таким поиском бесполезно так ребята смотри учил учета на этих норниках прям резко пошел вот здесь вот норы причем мощные вот соповедение собаки смотрите как зашуршало слушай но он что-то причуял начало той пойдем посмотрим пойдем посмотрим не выходил из норы что ли еще время уже хрен знает сколько он тропа какая мощно вот она но то не норники сейчас подсвечу он тоже подстилку видишь готовит значит тут тоже будет закладываться на землю в любой да я думаю ни хрена он не в норе просто вот такой вот порог у кобеля нету поиска у него надо где то здесь вот по лесу пошарится может что-то и прихвать и может в глубину зайти а так это такие норы мощные и барсука найти не можем ну пошли что охота есть охота попробовать надо было вот опять рытвины смотри какие свежие рытвины на оттаве рядом с норой стоит значит он с той норы сюда ходит ну чё то опять он засуетился запрыгал давай давай алтай я в те верю кофе захотел ты на кофе еще не наработал где барсук то ходим уже сколько времени ходит один раз ходил ходил с вечера хуй нарыва пошел в три часа ночи на так надо наверное это можешь попробовать еще под утро или в часа в три сюда приехать норы то живые живые под подстилки есть рытвины есть и мы попадаем так как раз что он них не каждый день выходит и алтай конечно ему надо если бы сейчас какая-то собака с хорошим поиском ладно чё кофе попьем да дальше пойдем ведь нюхтит бывает закрутиться убежит куда-то побегает обратно вернется но максимум 50 метров все весь поиск да если бы он хотя бы метров по 200 бы вот так вот круги выкручивал как у меня гончак ищет был бы толк ну что вот такой порог у кобеля он не виноват же в этом если бы с ним больше заниматься может быть исправился этот порог а так уже бесполезно ну вот там да прям резко туда крутнулся сюда крутнулся хоп в лес ушел я тоже думал все сейчас по лайка будет а он затих и обратно вернулся да жалко я не знаю вот камера может и не передаст а вообще красиво выглядит облака вот там деревья и луна как фона как фонариком он все все как днем видать и ночь то такая просто прям тепло ветра нет красота мы все идем вот у нас палас 15 метров от нас алтай давай кого-нибудь найдем а хоть я не знаю тетерева какого-нибудь или смотри вот вверх тетерева или лесу какую-нибудь хотя боем хоть что-нибудь это получается мы 9 часов мы вышли где-то без 20 10 пришли на полях и ходили время час 21 вот это считай сколько мы проходили времени может быть надо было выходить позже может он сейчас действительно не ходит но я все-таки думаю вся загвоздка заключалась в том что вот он у него нету рабочего полаза большого поиск маленький уходит максимум на 100 метров если что-то причует ничего найти не может возвращается обратно это уже все бесполезно это надо тебе вот тех двух молодых кабеля с сукой брать водить с них будет толк а этот чисто так с собой потом то со сукой взять либо с кабелем взять если не раздерутся на помощь а как поисковик все это уже потому что я думаю на тех норах вот особенно последняя нора где он даже зашевелился что-то причуял ну там барсук есть железно там и изрыто все на оттаве просто уже он все 9 лет и мы с него уже сейчас не сделаешь рабочего ну вот видишь как я думаю все таки вся загвоздка в собаке ну в любом случае он молодец он же работал просто надо последние годы было с ним побольше заниматься в общем все к деревне мы уже подошли пойдем домой в любом случае чё это охота походили поискали норы посмотрели если каждый раз ловить тогда ух его вообще не будет то барсука и жир будет стоить по 100 тысяч за 0 5 литра все в общем как говорится до новых встреч но экстерьер то у него нормальный он уши стоят хвост кольцом и небольшой сильно ростом и не маленький вот у серёги у него маленькие собаки в нору залазят тоже я считаю плохо она в нору залезет там не развернется и все и там и останется где ты ее там на норы по 12 метров глубиной где-то и выкопаешь их по экстерьеру он нормальный вот у него определенные пороки есть и это что долго не работал вот это все и сказалось на том что результата нет сейчас ставку сейчас надо на тех молодых делать собак вот ребят видео вы просмотрели какой вывод из этого видео по крайней мере мой вывод который я сделал для себя собака не виновата виноваты люди в данном случае хозяева потому что я эту собаку знал и знал когда ей было четыре года она очень хорошо работала и полос у нее был широкий и поезд был хороший и барсуков она держала просто с четырех лет до девяти она на охоте больше наверное ни разу не была и соответственно она все свои качества которые вот как раз в этот период с трех лет там до шести до семи лет развиваются сам вот этот пик расцвет собаки они все были растеряны и поэтому собака не сработала она уже не будет работать как поисковик она уже не будет работать без какой-то либо собаки которая будет делать широкий полос находить этих барсуков в паре она будет работать помогать держать будет на полайку будет бежать но сама она уже барсука не найдет если только будет вот ходить хозяин с ней по полю и сам на него не наступит поэтому вот те слова которые сказал в начале видео отнеситесь те кто хотят завести охотничек собак отнеситесь к этому серьезно собаки это не игрушка ими нужно заниматься нельзя взять поохотиться какой-то период времени а потом перестать охотиться если такие причины произошли то лучше тогда эту собаку отдать охотнику который будет заниматься продать охотнику которые будут заниматься но ни в коем случае не садить ее в вольер и ни в коем случае не держать ее на цепи это гибель собаки а я считаю что хочешь собака она должна работать работать постоянно в поле мне один человек говорил что если свинью постоянно водить в лес она зверя облаивать начнет то есть понимаете к чему это говорю то есть если постоянно собаку водить в лес какие бы у нее пороки не были она все равно будет искать будет находить и будет работать в редком случае там в одном наверное из 100 что собака вообще бестолково такие тоже бывают собаки как люди но это в редком случае все ребята давайте удачи